В Закарпатской области Украины, в городе Мукачево, состоялась международная научная конференция «Малый Афон. Монастыри и монашество на Закарпатии. Традиции и современность». Мероприятие, организованное по благословению Блаженнейшего Ануфрия, митрополита Киевского и всей Украины, было посвящено тысячелетию древнерусского монашества на Афоне. Проведение такой конференции в Закарпатии не случайно. Монахи Святой горы Афон во многом способствовали возрождению в этом регионе православия в начале XX века. В работе форума приняли участие ученые и представители духовенства из 11 стран мира, в том числе и со Святой горы Афон. Подробности в следующем сюжете. Работа конференции началась с молебна, после которого проректор Киевской духовной академии по научно-богословской работе профессор Владимир Викторович Бурега зачитал приветственное слово к участникам конференции предстоятеля Украинской православной церкви Блаженнейшего Ануфрия, митрополита Киевского и всея Украины. Также к собравшимся с приветственным словом обратились архиепископ Мукачевский и Ужгородский Феодор и другие почетные гости. Почетный архиепископ Пражский и митрополит чешских земель Словакии Христофор выступил с докладом, посвященным Афонскому Хиландарскому монастырю и его связям с православными в Чехии и Словакии. Мы все прекрасно знаем, что это большое влияние было из святой Коля Афона во время новой жизни православия. У нас, это значит здесь, как только Россия, Словакия и Чехия. Мы прекрасно знаем уважаемый Святопонтолимонский монастырь. Через своего представителя в конференции принял участие игумен Афонского Святопонтолимонного монастыря, столетний старец с хиархимандритой Еремия. В своем послании к участникам конференции он раскрыл важность связи Закарпасья с Афоном во времена преследования, запрета и возрождения православия. История православия в Карпасском усилии разрывно связана с святым Афоном. Затистка православия начинает распространяться в Карпатарусском крае, уже в IX столетии. Здесь нашли приют ученики, рано опознанных Кирилла и Мефоне, изнанные в 880-890 годах из Морали. В XI веке в Закарпати появляются первые монастыри, учитывая тот факт, что в XI веке начинается миссионерская деятельность святогорских монастырей, насаждавших монашеское тело, не создавших дочерние монастыри православных стран, из которых пополнялись насильниками. Можно предположить, что начало монашеского в Закарпатии было положено святогорскими инками. В своем послании отец Иеремия привел примеры миссионерской деятельности афонских монахов на украинской земле и рассказал о том, как с конца XVI века Мукачевская епархия опиралась на помощь Афона в защите православной веры и борьбе с австро-венгерской ассимиляцией. В целом, во время конференции прозвучали доклады о роли Афона в развитии монастырей на Руси, влиянии афонского наследия на культуру и духовность народов Центрально-Восточной Европы и значения Афона в возрождении православия в Закарпатии, а также на другие темы. Еще одна цитата из латинских доследований. Они говорят, что Афон – это не простая гора и не простой монастырь, а цена монастырей. Это Византийский Ватикан. Латинские авторы называли Святую Гору Афон Византийским Ватиканом, поскольку, на их взгляд, она имела огромное духовное значение хранительницы православия, подобное значению Ватикана для латинской веры. В Закарпатии, где ныне находятся 36 монастырей, возрождение монашества в XX веке шло по свято-афонскому образцу. От Святой Горы Афон Карпатская Русь приняла и образец православной духовности, общий для иноков и мирян. Само Закарпатие нередко называют «малым Афоном». Одной из задач конференции было выявление взаимосвязей между Карпатской Русью и Святой Горой Афон, их исторических и духовных аспектов. По итогам работы конференции предполагается издание научного сборника.